Добро пожаловать в студию The Falls Emperor, в эфире новости, как всегда в студии Михаил Денис. Расскажем вам, что происходило в мире Warhammer на этой неделе. И, во-первых, вы могли в прошлую субботу предзаказать Kill Team's Tarcher Set. Я думал, игра про гномов должна выходить. К более, так сказать, нелестоким релизам мы вернёмся дальше в нашем выпуске. Ладно. Ну, мы говорили уже про него, собственно. Ну, классный, как бы, опять же, для стартера хорошо. Нужны вам нурглиты, но, кстати, справедливости ради, вот тут, Денис, а ты хочешь себе его взять, кстати? Ты собираешь Марров, ты собираешь ДГ, и Миньки здесь прикольные, типа. Но хочешь ли ты себе их? Потому что ДГ-то у тебя номинально вообще всё есть, типа. Ну, вот тебе надо оно или не надо? А там Миньки, как бы, это герои, по сути. Да. Ну, кстати, у меня не все есть, тот же Мак у меня отсутствует, поэтому, наверное, эта коробка для меня в целом интересна. Руинки, конечно, ну, у меня там есть коробочка с руиночком. Я хочу тебе показать, может, ты в Спарксе заберёшь, потому что я ещё понимаю, зачем она мне. Вот это с такого же формата. Из этих можно соорудить одну нормальную руину. Ну, вот, кстати, да, одну можно совершить. Хочешь, я Марров могу оттуда взять? Касыркины. Ты такой, сам Марр там хочу. Красавчики Мары тоже нужны в коллекцию. Касыркины отдельная, да, коробочка. Единственный, как бы, ну, вообще, в принципе, там, Фобос и прочее. Это, типа, коробка стартер, как бы так сказать, стартер киллтима. Ну, да. То есть у вас команда, к команде, типа, всякие токены и прочее говно. Ну, кстати, наверное, к токену это главная фишка. А в чём они первые такое? А, наверное, первое, что было Underworlds, а потом это долго было у, как бы, в основном, такие коробки именно этот, как он называется у нас? Воркрай, где у нас. Типа, литники, плюс, ну, там, типа, карточки лежали и прочее. Ну, типа, прикольная штука, если для киллтима. Ну, кстати, непонятно, почему они карточки отдельно продают. Мне, вот, честно, я тут думаю, предположу, хотя, небось, цена сейчас осталась такая же, но как раз вот чем не устраивало, знаешь, типа, мне нужны, например, для Даркмеха были коробки эти воркрайвские, а ты покупаешь, как бы, но ты видишь, что насколько она дороже. А почему настолько она дороже? Да потому, что там большая часть объёма составляет карточки, там, вот эти книжечки и прочее, типа, которые тебе на самом деле не нужны. Но, как бы, тебе говорят, набери. Причём бумага-то, она весит много. Она тяжёлая, и поэтому цена, да. А значит, повышается цена за транспортировку всего этого. И вам кажется, ну, типа, бумажка, а по факту... Да, это вам, ну, типа, вам нужен пластик, там, бумажка, картон, картонка, а, естественно, да, чем больше картона, тем она сильно больше весит, потому что он плотнее укладывается, чем пластик. И из-за этого очень дорогая пересылка, из-за этого, опять же, цена формируется. Короче, косаркины, спейс-марины, фобосы, кеос-спейс-марины, просто легионеры, паф, пайнеры у нас есть, инквизиторские агенты, красавчики, и всё. Ну да, там карточки, и дальше у нас идут хаос-лорды, ГВ, как бы, вспомнила, такие, точно. Ну, кстати, справлюсь ради, опять же, вот пеший лорд, красавчик вообще, сделали очень классную мини-кут. Вопросов нет. Жампакер, ну, немножко такой, как будто, мне кажется, бедноватый, но, типа, хорош всё равно. Ну, и, конечно же, мистер обосратые трусы, КТС, молодец, короче. Тот момент, когда минька, которая не нужна даже к использованию в виде орла, лучше, чем базовая минька. Но, в конце этой недели у нас, как бы, имбергард, у нас выходит абсолютно новый, не сезон, а новая редакция Underworlds, Warhammer. И просто мне это позволило, как минимум, две коробки всякого говна выкинуть из скорой квартиры. А эту коробку говна купишь? Я попался в этот лоб, чёрт, побери, ГРО, что ты делаешь? И, Денис, ну, ты, как бы, обе банды, да, будешь использовать, потому что там есть крысы? Крысы, да, да. Простите. Продал махнови, так, короче. Ах ты, крыса, Денис. Ну, короче, чуть-чуть попозже про Underworlds поговорим. В принципе, Starter выходит, новые редакции, там всё по-другому. Надеюсь, вы смотрите наши выпуски, если вас тема интересует. Ну и, как, в принципе, всегда, если вы хотите поиграть в Underworlds, или, особенно, если ещё не играли, Starter, ну, самое хорошее, типа, старт. Как будет Spark по Underworlds? Турнир хочешь организую? Я легко могу. На самом деле, главный релиз, в принципе, прошлой недели, это то, что ГВ сделала именную Миньку Лёхи. Пожалуйста, не спрашивайте, какого Лёхи, потому что этот вопрос к Лёхе неприменим. Почему, Михаил? Потому что Лёхи — это один и тот же человек. Да. Так что, ну, в принципе, Миньку всех лёх, но, как бы, тут из-за конкретного Лёхи Минька всех лёх. Короче, рождественский красный гоба, как всегда, к Рождеству. Хорош. ГВ, красавчик, мужчина, всё вот это. У нас также есть апгрейд-пак мили-вэпонов для Legends Asta. Ну, обсуждали его, собственно, да, классный набор, типа, куча милишек. Шаблоны! Для Ереси, да, типа, у нас есть, это причём большие, типа, это, по-моему, апокалиптик баража, да, у нас там, типа, пласт и большой, да, огнемёт. Да, это всё апокалиптик, короче, штуки. Кайф, любите такое. Я люблю здоровенные баражи. Если не знаете, как их применять, приходите, мы вас научим. Что касается нашего замечательного канала, на этой неделе можно будет снять кучу интересных роликов. Во-первых, в понедельник можно было опять обратиться на времена шестой редакции, где мы вместе с вами понимаем, зачем, в принципе, дублировать юниты в Ростере. Вот, эта тайна, как бы, уже раскрыта нами. Можете ознакомиться в понедельник. Также у нас в пятницу будут итоги 10-го аж тура пасты. Мы всё ещё приближаемся к концу, подводим итоги. А в субботу Михаил вместе с Серчалом поделится тайнами, как, в принципе, сэкономить на хобби. Где можно экономить, а где ни в коем случае нельзя. Прям все вот эти лайфхаки, какие есть от людей, которые на опыте, а не вот эти вот непонятные чуваки что-то там рассказывают. Прям здесь всё прошло. Никому нельзя верить, нам можно. Мы канал, на котором рассказываем, что нам можно верить. Да. И, естественно, воскресенье, 11-й тур открывается. Начало до тура. Мы с Михаилом Михеевым сражаемся. В связи с сезона не виделись, то такие, типа, здравствуйте. ХСМ против Эльдар, когда вы такой последний раз видели? Действительно. Будем пояснять торчащие эльдарские пятки и так далее. Вот это всё. Но, помимо этого, естественно, завтра у нас стримчик, 7 часов. Чем ты будешь отвлекать наших подписчиков? Да, так как я буду один, годинокий там, годинокий именно. Я устрою вам невероятный интерактив, который, я даже не знаю, какой будет. Короче, приходите, будет что-то классное придумаю. Что-то такое этакое, ух. Может быть, во что-то с вами поиграем, во что сможет именно, ну, типа, именно с вами можно будет поиграть. Посмотрим. Ну, как всегда, в 7 вечера. В четверг. Как всегда, тоже. У нас расписание чуткое. Мы с вами посидим, обсудим, что там с каналом происходит. Что вы нам понаписали в своих вопросах к прошлому спонсорскому ролику. Я расскажу про концерт героев третьих, например. Вот. Как бы тайна отсутствия Михаила в прошлую среду. Да, да. Почему меня не было на стриме? Вот так вот. И, естественно, обсудим всякие культурные дела. Но не только на спонсорском. Также этот ролик, ну, часть, вернее, прошлого ролика выйдет на общем канале, где мы, собственно, об этом всём и рассказываем. Мы вкатываемся потихонечку в культурную всякую повесточку. Опять же, вот у нас в новостных выпусках в конце мы стали что-то обозревать, в том числе, что происходит. Культурное что-то, да. Вархаммера 40 тысяч. Вот такое у нас расписание. Также напоминаю, что можно подписаться в ВК. Там ролики выходят тоже в общий доступ. И не в общий, если у вас проблемы с ютубчиком. Можно в телеграммчике отслеживать, что происходит. И дискорд тоже до сих пор работает у нас. Вот, помимо этого, Михаил, сложный вопрос со Спарком. О, мать и гад. У нас неделя, просто какая-то супердлинная, там, третье число, рабочая суббота. Нет, третье выходной, второе рабочая суббота. Второе рабочая суббота. Короче, да, Спарк следующий. Во-первых, сейчас, да, организационный момент, а потом неорганизационный момент. Собственно, организационный момент, что да, Spark это второе число, это суббота, но она рабочая суббота, там, конечно, короткий день, поэтому, как бы, да, кто, типа, я не могу, к сожалению, перенести, никто не даст арендовать клуб третьего числа, поэтому, как бы, что можем, то можем, поэтому у нас Spark будет в две смены проходить в субботу, кто может, как обычно, регистрируетесь, ну, говорите, и тогда вы в 12 часов, как обычно, играете. При этом, если вы можете вечерком поиграть вдруг, то тогда вы можете регистрироваться на вторую смену, и тогда начало у вас будет в 7 вечера. При этом, если кто-то просто хочет, ну, дополнительную партию сыграть, организованно это сделать, то при регистрации вы можете хотеть сказать, что я хочу играть в обе смены, тоже такое, может, и у нас есть часть людей, которые хотят, как бы, и в 12, и в 7 вечера сыграть, как раз у вас будет времени, там, предостаточно. Вот, ты в утреннюю, да, будешь играть? Да, скорее всего. Ты в утреннюю, я в обе буду. Даже, наоборот, в свободе не стало, у меня нет с утра кружка. А, ну вот, вот так вот. Потому что там люди работают, и они почему-то не могут в субботу утром пойти, ну, да, в кружок. Ля, какие, да. Упись какая-то. Это мы безработные можем себе. Вот, да, так что, короче, Денис будет с утра, я буду играть в обе смены, так что я с большим количеством людей в этот раз смогу поиграть, так что, да, кто хочет, там, не забывайте, да, при регистрации указывайте, что хотите поиграть со мной с Денисом. С Денисом, между прочим, места вообще еще не заняты, кстати. Ну, отлично. Ну, только один человек есть, который сказал, что можно к тебе и ко мне. Вот, так что, давайте, этот, регистрируйтесь. Пойду сам наберу себе. Да, да, сам наберу себе команду. А давай, вот, вообще, Рома Хоббит как делал. Он сам собирал команду, он формировал, все правильно, он сам это делает. Вот, давай, Денис. В школе, помнишь, капитанов выбирали, они командуются. Давай, ты давай, пиши такой, пост такой, в телеге пиши, кто со мной будет играть на Спарк. Не, я пройду на Спарк прям, буду лично, типа, выхватывать. А, ладно. Буду все глаза отводить. А, нет, кинуть. С этим дедом играть не хочу, в жопу, дерьмо. Я в последний раз сыграл, меня на камере показывали, мой страх в голову. Ладно, но теперь переходим неожиданно к нарративу. Итог у нас, завершение первого этапа, конца нашей арки, завершения сезона. Сложная формулировка, неважно. Закончится этап, на котором игроки у нас, собственно, могли за свои фракции забирать агентов Империума. Ну, пытаться, точнее, их убивать, но при этом получать с их трупов данные. Там какая-то сложная математика, что надо убить, но не убить, там, не слишком сильно, а то что-то потеряется. Да, да, но это потеряется. Вот. Ты не потерял, кстати, в этот раз. Молодец. Не понял даже, как это произошло. Ладно. Суть, да, о том, что игроки у нас играли вот в эту миссию два этапа. Все, она закончена. Сейчас начинается следующий этап. И, собственно, итогом этого стало что? Что, так как ни одна фракция не смогла получить достаточного количества информации в соло, фракции объединили, в общем, усилия, кто сколько смог собрать данных и попытаться расшифровать сообщения, которые у нас было у разведчиков. Типа, суммарно получилось разгадать около 40% сообщения. И, да, есть проблема того, что, типа, финально, как бы, полностью расшифровать сообщения уже не успели. Типа, уже, к сожалению, не хватает на это времени. Но при этом, так как, ну, тон сообщения немного стал понятен, все фракции у нас напряглись. И все фракции сейчас будут начинать у нас массированные нападения на центральный регион подземелий, как раз где у нас окопался полностью легион, и куда он сконсолидировал все свои войска. И, собственно, следующие этапы у нас пойдут уже под эгидой новой миссии, где будет как раз попытка нападения на легион, при этом попытка выяснить, что там сейчас происходит, что там делает легион, и о чем было сказано в сообщении выяснять. При этом, так как некоторые фракции смогли добыть больше данных, некоторые меньше, те, кто добыли больше данных, будут находиться на лидирующих позициях, просто банально у них больше места, точнее, времени, чтобы занять лучшее место. И поэтому, это в смысле не скажется никак, если что, при регистрации, я имею в виду того, что это, кажется, игромеханически. Эти фракции смогут быстрее выйти на свои позиции. Соответственно, да, надо понимать, скорее всего, фракции будут сталкиваться не только с легионом, на который они пытаются напасть, но потому что все еще не являются у нас союзниками, союзников ни у кого нет, даже Тау умудрились придать своего единственного союзника в видеорков, до просидечных, так что все еще фракции будут с собой сражаться, друг с другом, точнее, на этих ближайших этапах. Это будет у нас, как бы, вторая треть завершения сезона, вот так вот, ближайшие две миссии, а потом будет уже финал у нас. Вот так вот, так что не пропустите, если что, но да, если что, эта же миссия будет у нас играться еще через две недели, мало ли, и вы пропустите, опять же, все-таки я понимаю, что это тяжело на этот этап, возможно, кому-то будет прийти. Вот. Приходите помогать качать гремет для моего варлорда Фрэнка, участвуйте в его приключениях. Да. Спасибо большое. Ну и тоже немножко лишнего хочу, личного, извините, лишнего тоже, согласен, оговорочка правильная, про книжечку свою, не буду ничего надеть по поводу того, как сейчас развивается, так, как и было, раз в неделю, новая, достаточно большая глава, выходит, все хорошо. Но я хотел поделиться с вами новостью, позитивной, я заработал первые 10 тысяч на этой книге. Вот. Ура. Уступил этот момент. Как бы потратил я что-то 280 к этому моменту, так что мне еще надо 28 раз как бы по 10 тысяч. Но как бы дорогу оселит идущий. Но тем не менее приятно. И вот прям в реальном времени, пока Михаил рассказывал вам про Спарк, я увидел новый комментарий, и я вам рассказывал, что у меня есть подстрочник как бы для книги, когда глава какая-то выходит, у нее есть Read Me TXT, где я рассказываю там какие-то вещи про работе над этой главой, какие-то вещи, которые не совсем, например, понятны из главы. Ну это буквально бэкстейдж, но книги, вот это, проще сказать. Отвечая на какие-то вопросы, типа там, они очевидные. И вот как бы человек пишет. Я, если честно, не очень теперь понимаю, как должна восприниматься книга без этих вставок. Типа вот с ними и без них это же две отдельные, два отдельных произведения. Молодец. Вот. Но с предлисти ради есть подписка, которая не подразумевает копание в этих. Можно спокойно читать книгу без этих отсылок, и такие подписчики тоже у меня есть. Вот такие у меня есть что. По ссылочке в описании можно пойти почитать. А я еще тоже напомню, что по ссылочке в описании можно посмотреть, и что вы, скорее всего, на этой неделе увидите на нашем втором канале Age of Sigma, посвященному Age of Sigmar. На этой неделе, по идее, я не знаю, когда вы смотрите, может, он уже и вышел, я не уверен, а может быть, уже скоро выйдет. Выйдет, знаете, что? Пока что просто тизер, но уже у нас, на самом деле, все готово. Тизер первого сезона пасты по ООСу. Вот так вот. Не ждали? Пу-пу-пу. Вот. Там можно будет посмотреть, конечно, кто у кого, откуда торчат эльдарские пятки, но уже в ООСе. Кто гниет там сильнее, у кого, естественно, удачливее ростер. Да, если что, короче, если вкратце так сказать, накидывание у нас уже сделано, большинство армии уже готово, и скоро у нас стартуют, собственно, съемки этого всего. Пока что идет как раз процесс производства накидывания вашего любимого ролика. Я уже правильно забыл, все, блин. Все забыли. Там в тизере как раз есть отличная фраза от Бракасиуса, говорит, я вообще не знаю правила, я хочу минички покрасить красивые. Настрой вы понимаете этого всего дела, так что, да, можете зайти посмотреть, скорее всего, тизер, ну или просто подпишитесь, он скоро у нас будет. Ну и, скорее всего, ближайший, может быть, даже на этой неделе уже выйдет первый эпизод накидываний. Самое, ладно, вам от пасты мы знаем, что надо, вам только накидывания нужны, вам не нужны вообще эти партии, это как бы от лукавого все. Так что первые два ролика с накидываниями уже на подходе у нас, скоро будут. Кто любит накидывания? Я люблю, без разницы, какая игра, да? Да, да, рандомища. Открываем лотбоксы. Возвращаясь к пластику ГВ-шному, выскочили сливы, миниатюрки эльдарских пяток, ГВ, естественно, сразу на это отреагировала, ну или она этот, в принципе, слив пронил, контролировала. Вот, фуиган показали, имя смешное все еще для русского уха. Ну да. Тем не менее, это Феникс Лор знаменитый, который может как бы и снайперки тебе надеть, и топором тоже. Это мель-то. Выглядит как снайперка для меня. Я еще должен в этих эльдарских технологиях разбираться. Наделать говна из психокости и рвут надеть. Не, ну, выглядит классно. Выглядит классно. Он из справедливости и так, это типа, ну такой бронированный чел, классный. А новая минька вот прям хороша. Я все еще жду нормального пластикового какого-то карандаша, который потерялся у нас, про которого ГВ забыло почему-то. То же, чтобы он тоже, по идее, будет круто выглядеть. Но это прям смотрится сочно. Вот таких типа, конечно... Ну ладно, справедливости ради, самые кто у нас... Нет, да ладно, всех, кого они сейчас переиздали, Феникс Лордов, они все красиво выглядят. Вот. Они все классно смотрятся. Ну, первая у нас была это, это, Джинзар. Вот, и все, что дальше... Ну, Джинзар прям мое почтение. Ну да. Очень круто. Ну и этот, как его, этих риперов... Лилит считается Феникс Лордом? Ну, считай, да. Тоже хороший. Ну, тоже хороший. Как его... А вот точно Феникс Лорд, это этот, кстати, как его... Как его зовут-то, боже мой? Тоже у тебя. О ком мы говорим? О ком мы говорим? У Друкарей, пожалуйста, напомните имя персонажа, забыли. Короче, выглядит классно. Дрожар. Дрожар, точно, да. Похоже на конфетки. Причина дрожания. Причина дрожания. Вот. Короче, получается, осталось переиздать чуть-чуть, ну и осталось как бы выпустить, так как вроде бы все еще по слухам есть странности, ну типа что у пауков появится свой Феникс Лорд. Вот. Интересно. А, ну и кстати, нет, а этот, а Азурмяна когда выпустят? Я еще понял. Всему свое время, видишь, уже поехал в Пауэрган или как Фуэрган. 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 Тоже доедет. Не, ладно, Азурмяна еще, я понимаю, почему не выпускает, потому что Дайров еще тоже, Дары еще старые у нас. Еще интересный миниатюр, это новый выпуск серии Warhammer Heroes, он теперь у нас волосик опять идет, там обычные вообще штурмкастики, ну как обычные, в смысле ничего сверхъестественного. Ну, нормально, нет, единственное, я вот с этого Ару, который чуть этот черный чел в тяжелых доспехах, он просто как будто... Мема про этот Минз Бойс просто такой... Чего у него так лицо скукожило? Ну, ладно, зато смешно, мне нравится. Ну, короче, не расстраивайтесь, что у нас это достать, во-первых, можно, заказать, есть магазин, который привозит эти коробки, во-вторых, все это будет не раз, потому что по старым... А теперь обрати внимание, черный чувак, черный чувак, азиатка, ну, непонятно, женщина какая-то, ладно, в шлеме, черный дед, это не критянка. Они просто все загорелые. И, ладно, дед, ну, белый, ладно, единственный, но дед. Михаил нашел повесочку в героях Вархаммера, Age of Sigla. Обожаю эту. Ладненько. Далее, значит, Кандер Волтсу. Games Workshop рассказывает и показывает, что будет. Кандер Волтсу описала, как будет выглядеть, в принципе, мета, типа там 20 банд, из которых 16, по-моему, это плюс-минус старые банды, не все, естественно, как вы понимаете. Для них она выпускает прям комплекты по Гранд Альянсам с карточками. Но как? Не конкретно для них. Напоминаю, что теперь банда отвязана от деки. Ты можешь, в принципе, любую взять, просто она не будет не очень как бы сочетаться с этим всем. Вот. И для них будут актуальные правила. Для всех остальных, сколько там еще, 17 или сколько-то еще банк, будут только в цифровом виде. То есть карточки не будут делаться. И, скорее всего, это будет уровень легенд, которые на турниры точно не будут допущены. Можно играть ими вся дома, вот как бы все правила распечатать. Колоды, опять же, все равно общие. Да, вот. Но на турнирах они не будут. Плюс еще две банды. Две уже показали. Э, четыре. Еще плюс четыре. Две показали. Это Джоус оф Идзль. Серафонечки, как бы такие жуткие. Там прям альф-самцы. Типа их трое. Достаточно всех сломать. И Грандфавзерс Гарденерс. Садовники. Вот как бы те самые, которые, типа, в детективах повинны в смертях. Плагбиреры. Один такой прям уже взмужавший. Такой большой. Еще несколько пацанов вместе с ним. И, как бы, это для меня такая двойственная фракция. Потому что, ну, как бы, хаситы, нурглиты. Прям люблю. Да. Но, блин, это плагопидеры. Ну, просто, типа, демонции. Как бы. То есть, мне тоже не хватает. Знаешь, какие-то доспехов там. Вот была, помнишь, банда, где бабка нурглятская. Ну, надо ждать этих, как его, именно, морталов каких-то. Да. Ну, вообще, классное, на самом деле, разнообразие. Всегда Warhammer Underworld этим очень подкупал. Потому что там куча всяких, такие банды, всякие банды. Как бы. И просто, прям, ну, просто три орка там, да. Три штурмкаста. Или у тебя огромные тролли и какие-то приспешники там. То есть, вот, эта игра умеет отрываться. И я надеюсь, они, вот, будут продолжать выпускать, ну, какие несвойственные, обычные, вахи, бандочки. Да. В крайней мере, пока вот то, что показывает, и то, что было до этого, всегда говорило в пользу этого. Ну, вот, короче, очевидно, что Underworld уже не будет прежним. Надеюсь, что у него перезапуск будет хороший. Комьюнити это воспримет. И еще новое появится. Потому что, естественно, перезапуск, это все-таки выстрел не в старой комьюнити. Это выстрел, ну, это, типа, попытка расширить его. Ну, да. Потому что, очевидно, если перезапустили, значит, старый не очень работал. Потихонечку рассыпался. Нужно что-то новое. Вот. Как это будет работать, посмотрим. Я, опять же, как-то так, типа, блин, мне захотелось вернуться. Прям куплю стартер. Посмотрим, кто у нас будет играть. Как это будет выглядеть. И... Митрадор с Виталиком все отказывается. Ну, как бы, Митрадора травма, понимаю. Вот. А у Виталика есть карты свои, собственно. Не, ну, кстати, когда ему порассказывали, он заинтересовался. Угу. Ну, короче, посмотрим, как это будет на самом деле. Потому что, ну, черт его знает. Мы уже столько раз подкупались на этот хайп-трейн, когда, да-да-да, что-то классное там. Вспомни Олд Волд, Михаил Евгеньевич. Сейчас Олд Волд выйдет. Вышел. Спасибо. Спасибо. Поэтому сдержано. Сдержано. Все воспринимаем. К сожалению, новости по Некрамонде сегодня забрались в нашем выпуске невысоко. Потому что там, как бы, показали книжку Halls of Ancient. Достаточно приземленный релиз, потому что там... Ну, как бы апгрейд-пак для скватов. И книжка про них, вот, это максимум, куда смогли они подняться. Ну, да, книжка достаточно, кстати, оценена невысоко достаточно всеми. Да, специалистами в интернете. Ждем от вас топ-шуток про карликов здесь. Ну, пожалуйста, избегайте низкого юмора. Да. Что ж, рад за, как бы, погулей. Ну, да, у них теперь подфракция, так сказать, все расширилось. И, интересно, еще вышел Джереми Кул. Это звездный игрок темных Эльдар. Ну, вернее, Эльфукс в Бладболе. Красавчик, мужчина. Почему вот они, кстати, просто рождаются, звездные игроки? По идее, он должен как-то карьеру начинать в качестве ноунейма какого-то потихонечку там развиваться. Ну, вот звездный игрок вам. Все куплено. Я не уверен, как бы, он не служил это звание ничем. Все врут. Ну да, но это Эльфы, ты что от них ждал? Слухи. Слухи. Креатив Ассембли – это те ребята, которые ответственны за одну из самых прекраснейших игр, в принципе, о Вархаммере. Это Total War, Вархаммер. Продолжают набирать людей для игры про франшизу Вархаммер 40 тысяч. Ну, справедливости ради, как бы, и ожидаемо, и ничего в этом такого нового нет. Ну, типа, очевидно было, что они будут пытаться, особенно там на взлете после Шпеши Марина 2-го. Ну, типа, сейчас хотят все на этом поезде прокатиться вперед к деньгам. Как показала практика, да, на этом можно заработать, неожиданно. Единственное, что из минусов только здесь то, что, получается, раз они сейчас набирают штат, то, скорее всего, работа еще не в полном масштабе идет. А, знаете, что мы еще игру увидим, дай бог, в каком-нибудь 27-м году. А может быть, в 28-м. Так что вы сейчас эту новость послушали, решили, что вам будет когда-то приятно, а когда, черт его знает. Ну, да. Ну, и вроде как, да... Это как-то, что отложенный оргазм. Серия Total War не то, чтобы прям ровненькая, были у нее взлеты, были падения. Но та часть, которая за Вархаммер отвечала, вроде как плюс-минус. Ну, как минимум, лучше по именно стратегической части Вахи ничего не было. Так что, ну, как бы, да. Ну, именно в ФБхе мы сейчас говорим про ФБху. Ну, и если исключить Довик, который все-таки, ну, совсем в другом жанре. Ну, это ФС, да. У нас в основном были, типа, стратегии походовые по 40к, где мы медленно двигали, а тут прям рамкой там обвел. Пошел. Ну, это в боях, да. Вести греченов. Ну, так-то походовая она все-таки на глобальной карте, да. Да, на глобальной карте. Немножко другое. Посмотрим, как это будет выглядеть. Очевидно, что, ну, там, наверное, будет больше перестрелок, чем в Фэнтези Баттлс. Но пока говорить нечем. Просто набор людей идет. Да. И мы переходим с вами к общекультурным вещам. А давай вначале тут в общекультурных вещах скажем про вещи относительно прямо к Вахе. Это конкретно Кашпейс Марину Второму. Вышел патч. В прошлый раз мы рассказывали про один патч. Тут вышел еще один патч. И неожиданно, короче, ну ладно, ожидаемо. Как ты сказал, нас слушают. Я, конечно, не, я был бы рад, если на Сайбера бы слушали. Но сомневаюсь в этом. Короче, вышел патч, который на самом деле патчит предыдущий патч. Потому что они прислушались к тому, что было в комментариях к предыдущему патчу, где народ, собственно, возмущался, ну, в большом количестве, что изменения, да, некоторые, ладно, нормальные, но по большей части это вот изменения из разряда, как были у хелдайверсов. Когда у тебя просто пытаются игрокам запретить веселиться. Класс. Типа, в коопной игре вот то, что надо. Вот, и очень порадовало то, что у разрабов заняло просто реакция 0,5 секунд, типа, по времени. Очень быстро они спохватились, выпустили патч, в котором, причем еще и мое почтение, на самом деле, там именно, как это еще такое, открытое письмо от разработчика, рассказывающего как раз, что и почему, почему такие решения приняли, типа, услышали мнение комьюнити. Вот это, конечно, приятно, когда так реагируют, собственно, откатили самые неприятные изменения, которые были, ну, типа, на уровне того, что вас просто начинают неистово т*** просто и все. Вот, а они, в принципе, еще и мало того, что, ну, то есть, например, изменения с восстановлением броней, они полностью убрали это, то есть, часть изменений они просто вычеркнули, как вообще, как их не было. Часть просто ослабили, вот, и, типа, сделали, и не так страшно. Плюс, еще и, вот, что мое почтение, то есть, факт в том, что они могут это быстро делать, народ ныл как раз в комментариях, ну, справедливо ныл, мне кажется, что те же там болтерное оружие, вот, именно в такой прям потном метагейме, типа, коопном, оно просасывало все, там, умельт и прочего. Они взяли практически все, или даже нет, все болтерное оружие бафнули по урону, вот, типа, классно, типа, то есть, просто разрабы быстро такие, игрокам что-то не нравится, они быстренько поменяли. Это очень приятно для такой игры, как, ну, типа, Space Marine именно в плане коопной части, потому что, опять же, в коопных играх, где у тебя нет соревновательной части, очень странно заниматься нерфами. Предоставлять какой-то новый челлендж, это неплохо, это не, я не скажу, что ужасно, там, новую сложность делать, но нерфить просто так старые, причем они тоже признали, там, в патче, что, да, что проблема, что из-за, как бы, получается, из-за нерфов, сделанных для больших сложностей, пострадали нижние сложности и прочее, прочее, они, типа, короче, поэтому часть, там, изменения подкатывали. Короче, вот это классно. Если Сайберы дальше так будут поддерживать игру, то, как бы, можно только порадоваться. А что в случае с ПВП будут какие-то изменения положительные? Помянем. Ну, не, ПВП надо просто кардинально что-то добавлять, потому что оно, к сожалению, скучное. Так что пока там, я ничего хорошего в ПВП не видел. Жаль. Но порадуемся, да. По поводу героев, будешь ли ты что-то рассказывать сейчас или в четверг? Да можно сейчас, давай сейчас вкратце просто скажу, а потом в четверг подробно, если кому будет интересно. Короче, вкратце я сходил, наконец-таки, на концерт героев, кто не знает, в Москве происходит, там, они раз в квартал, что-то не происходит, или раз в полгода. Концерт, собственно, музыка героев. Там, да, если, знаешь, что, типа, ассоциируется все, что третий герой, но справедливость ради, там было и из четвертых, и даже чуть-чуть из пятых. Но в основном, естественно, из третьих героев. Вкратце, давайте я сейчас здесь не буду... Скрипит-то волчером, господи. Буду дать чем-нибудь... Денис, я такой. Чего-нибудь поскриплю. Короче, если вкратце, не вдаваясь в подробности, подробно буду рассуждать там в нашем ролике в четверг. Я вообще доволен, очень доволен. Классно сделанный концерт, один из немногих концертов, который мне прям понравился, потому что он хорошо сбалансирован, в том числе даже по продолжительности. Там всего 75 минут, час 15, в спидрант концерта. Вот, вообще не устаешь, типа, не устать, не устаешь, не устать, не успеваешь, не устать, не надоест тебе, не успевает. Класс, лучшие композиции. Из маленьких недостатков, мне кажется, все равно некоторые композиции, ну, странно они вставили, шучу на то, что можно было другие. Типа, из разряда там была вставлена композиция из компаний. К сожалению, большинство людей даже их не узнают, потому что много ли людей проходило компаний и героев, начнем с этого... Ну, во-вторых, ну, вот ты молодец, ты... Ну, я знаю, я про тому, какой процент на ачивках компании знаю, что... Вот, и, как бы, это мало узнаваемые треки, а треки, которые, ну, мне кажется, гораздо больше бы узнавались, их там не было. Вот, опять же, с учетом того, что они использовали музыку из четвертых героев из пятых, можно было оттуда, типа, дернуть, потому что там, ну, там очень красивая музыка, на самом деле, во всех частях этих, вот, но они, типа, некоторые только показали там. Вот, ну, я абсолютно доволен, типа, концерт, мне кажется, стоит своих денег, сходить там разок хотя бы посмотреть, если вы фанатеете от героев, стоит. Главное, не будьте душным пи***м, который говорит людям, типа, мне не шушукать есть, я тут слушаю концерт, бля, пошел ты. Чмо там шушукался? Да, там все шушукаются, потому что все люди сидят, типа, между прочим, средняя аудитория, мне кажется, даже, типа, я думал, что будет, ну, ладно, там, 30, вот, типа, лет в среднем. Судя по всему, средняя аудитория там еще старше, на самом деле. Все, блядь, шушукаются, потому что всем интересно. Ну, типа, всем интересно, потому что это, ну, типа, а что это за трек? Ага, давай угадаем. Ну, блин, потому что это, ну, как бы, вот такая реакция, по крайней мере, у всех, кто первый раз приходит, ну, если люди, по крайней мере, шебутные, вот, не шебутные, короче, все обсуждались, или так что, вот. Мы приветствуем тебя, мистер суперлатентный гомосексуал. Мистер суперлатентный гомосексуал. Я, короче, если будет еще концерт, я вообще-то думаю, даже, возможно, я тоже еще схожу, может быть, особенно если у них будет меняться программа, особенно будет классно, вот, и если вы не были, то есть возможности, типа, там, в Москве. В Москве сходить или приехать и сходить на него, я советую, в принципе, стоит того, как мне кажется. Выходит неожиданно Metal Slug Tactics. Кто вообще не в курсе, что такое Metal Slug, это легендарная аркада со игровых автоматов, супердревняя, с охренительной графикой 2D-шной, и, как бы, герои ее расползлись по другим играм, в том числе. Да. Много раз его переиздавали. Я играл, наверное, в оригинальный Metal Slug на эмуляторе этих автоматов, вот, где как раз, типа, в чем прикол был, там можно было играть вдвоем, и у тебя бесконечные монетки были. Мы прошли один раз, вот. И, как бы, аркада тактика. Типа, как? Вроде как по трейлеру получается, потому что там те же самые герои, и что приятно, опять же, там, Леона, например, которая до King of Fighters дошла, да, есть. Этот Ральф тоже есть, который в King of Fighters есть, и она выглядит как Final Fantasy Tactics, то есть, у тебя 2D-таки спрайты, они, как бы, это именно тактика японская, где у тебя вот этот изометрический вид. Ну, либо, мне даже показалось, что больше, хотя не знаю, кто, эксперты, напишите, что больше похоже, мне показалось, больше даже похоже на старые части Fire Emblem, вот. Да. Вот. Интересно. Ну, кто, короче, играл во все части Final Fantasy Tactics и Fire Emblem, напишите, на что больше похоже. В общем, вот, действительно, выглядит как обычная вот эта ролевая тактика, неплохо. Ну, типа, хорошо. Проджигает, там, вот это вот все. Только даже трехмерного, по сути, ничего нет. Вот у всех какие-то спецприемы, там, они расстреливают все вот эти вот герои. Ну, насколько будет играбельно, черт его знает. И в моем представлении вообще Metal Slug странная франшиза, как будто бы, но до сих пор живая. Ну, да. Ну, она, ладно, просто у нас еще, мне кажется, очень странно воспринимается, потому что у нас она не была такой популярной, естественно. Да, у нас автоматов этих не было, мы именно через эмуляторы и какие-то потом переиздания, все, к всем этим. Но то, что она прям легендарная, это, да, для нас тоже дошло. К слову, кстати, о переизданиях, я еще вспомнил штуку, которую можно рассказать. Спонтанный вброс, но это даже близко к нашей тематике канала. Вышла, собственно, кто не знал, вдруг неожиданно, редакция новая D&D-хи. Вот, которая, теперь она D&D One, или как ее называть, в короче, пять раз название поменяли, пока оно выходило. У нас просто прошла первая катка по новой редакции. Если что, подробно про катку это я буду рассказывать, опять же, в нашем ролике в четверг. Вот, но, что хочу сказать. Конечно, это была какая-то, как его, клоунада в плане того, что Рульбук перечитали, ну, я там и еще несколько участников наших ЭГМ, перечитали месяц назад, когда он уже был, типа, полностью. Перечитали, такие, ну, ладно, вроде запомнили. Начинается партия, такие, что еще происходит? Как редакция перенесла? Самое лучшее начало, когда наш Барт такой, а вы перечитали статы? Ему говорят, он такой, пересчитать статы? Ну, характеристики? Он начинает проверять, Барт потерял две харизмы. Такие, сразу же пошло, потому что что-то пошло не так. Так, вот, но пока, на самом деле, нормально, типа, пофига, на самом деле. Я в очередной раз убедился, что, на самом деле, редакция не особо важна для ролевок, важно, как она водится, на самом деле, это более важно. Вот, от ГМ это в тысячу раз больше зависит, чем от системы. Да, 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 он должен быть в курсе вообще вещей-то всех. Да, не-не-не, ну, в плане того, что какая бы ни была классная редакция, если ГМ дерьмо, то у вас будет все дерьмо. Если ГМ классный, пофиг, почему вы вообще играете, вам будет весело. Вот, нам было весело, но это подробно ролики в четверг будет. Конечно, в четверг. Критикам не понравился новый фильм Роберта Зимекиса «Тогда, сейчас, потом». Всего 25% положительных рецензий, при средней оценке 5,5 из 10. Напоминаю, что Роберт Зимекис, это, ну, крайне неровный режиссер, но он в ответе за многие крутые хиты. Какие, например, помимо «Назад в будущее», Михаил? Понятно. Понятно, ладно, давай. «Назад в будущее», да. Пойдем в Зимекис тебе покажем. Ну, справедливости ради, мое мнение, давай сейчас посмотрим, конечно, но лучше, чем «Назад в будущее», он ничего не снял. Он снял как минимум, как минимум, сейчас, 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 Форест Гампа, который как раз тут хотел и привязать. Ладно, не, ладно, как, в абсолюте измерять, ну, подожди, стоп, он не снимал, он, этот, он продюсер же, нет? Он, значит, здесь как режиссер, мне кажется. Что-то у меня в голове все перепутало. Короче, у него странные фильмы были, но, в чем суть, Робин Райт и кто Форест Гампа играл? Да, все забыл вообще, актеры только что на него смотрели, да. Мы красавчики. Боже мой, склероз, деменция, помогите, Том Хэнкс. Возвращаются вот в этом, собственно, фильме. Там сюжет, ну, как, вернее, подход, идея в том, что все происходит в одной комнате, только в разное время. Типа, вот они там молодые, вот они там старые, используются новые технологии. Замекис обожал всегда какие-то новые. Вот эти, типа, камера облетает и вдруг через пол проходит и смотрит на персонажа снизу, как будто бы там пола нет. Это вот Замекис, как он есть. Обосраться в Форест Гампе столько было всего, да? В Форест Гампе они там, помнишь, листик этот летящий. Ну, ладно, там очень хорошо сделано у тебя замаскированное. Склейка его в хронику реальную и так далее. Замекис? Замекис такой, фотошоп. Фотошоп, мы должны его использовать. Не, кстати, да, ну, еще раз скажу, что в Абсолюте, если измерять, да, конечно, Форест Гамп будет лучше, чем точно. И что Робин Райт, что Том Хэнкс уже не молодые, а они должны быть как бы и молодые в том числе. А вот, поэтому использовать новые вот эти генеративные технологии. И что тут как-то на 25%? Я пока все еще, знаешь, типа после вот этих оценок, я теперь вообще не знаю, как реагировать, потому что слишком большое количество я теперь услышал отзывов, что такие, а Джокер, по которому мы вспоминали, да вроде классный фильм. И мне теперь, я такой, я не понимаю, у него везде дерьмовые оценки, но, типа, говорят, классный фильм. И я такой, что-то я не улавливаю. Говорят, что химии между актерами нет, они как главные роли, а не получилось вернуть, вот, типа, вроде как была в Форест Гампе химия, здесь нет. Хотя оба актера, ну, кайфовые. Ну, ладно, я не знаю. Не, вообще мне, честно говоря, профи. Ну, тоже, у Зиме Тица есть фильмы, которые просто, ну, прям, та же рождественская история, просто это уровень, ну, не знаю, кала небесного. Ладно, он не такой плохой. Я просто не могу смотреть. Серьезно? Прямо шесть какая-то. Ладно, ещё интересный фильм у нас готовится. Это «Электрический штат». Это фильм, по сути, как-то графическое новелло, наверное. Короче, у меня были эти книжки, я продал, потому что, ну, они лежат просто. Очень прикольная атмосферная штука, где у тебя, знаете, вот такие, какие-то фантастические, загадочные хрени среди обычного абсолютно пейзажа, там, сельского какого-то находится, и воспринимается, как будто бы, ну, это нормально в этом мире. При этом ты сидишь такой, типа, ну, ты как это? И там, по сути, нет диалогов, ничего там, все развороты, это какие-то вот пейзажи. Это книжки очень крутые, автор классный, у него все книги такие, и они решили экранизовать, потому что хорошо книги заходят. Но сама история, как я уже говорил, там не то, что много историй есть, там прям именно то, что девочка со своим, по-моему, брат её в виде робота путешествует через вот эти вот пейзажи обезлюденные, по сути, там где какие-то технологии какие-то мистические, что-то там они сделали, что-то не так. Вот, ну, финал, там, такой, вот это поворот, такой, ага, ещё надо догадаться, потому что ничего не написано, такой, а-а-а, короче, совершенно неподходящее для экранизации, на самом деле, произведение. А я такой, ну, наверное, там будет совсем всё по-другому. Причём они, как бы, во-первых, режиссёр у нас не хрен кто, а Энтони Руссо, это, если что, серый человек, который мне очень понравился. Но у него оценки так все. Ну, вот это, где я не совпал абсолютно с оценками. И он Мстителей снимал, как бы, и про Капитана Америо. Но вообще справедливость ради, то, что ты описываешь, как будто не очень подходит под такой фильм. Да, абсолютно не подходит. Далее у нас Милли Бобби Браун, это из, если что, Stranger Things, главная звезда, вот, и Крис Спратт, который прям чуть ли не главная звезда всех таких киковских фильмов. Но, если смотреть трейлер, там как раз, типа, трюжняк. Там, значит, что-то экшен какие-то, роботы бьются туда-сюда. То есть они всё-таки как основу и эстетику вот эту взяли из этих книг и использовали для того, чтобы сделать скорее экшен. А хочешь посмеяться очень сильно? Посмотри сейчас на обложку. Посмотри на обложку. Я просто, знаешь, я очень сильно сомневаюсь, что это совпадение. А теперь, знаешь, есть такая аниме, называется Класс Убийц. А теперь посмотри на это. Нет. Не-не, это причём, это я взял просто первую попавшуюся обложку. Там есть обложка точно такая же. Я не шучу. Не может быть, знаешь, просто жёлтое лицо. Ну, жёлтое большое удубащее лицо с зубами, типа. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что они прям не могли, типа, никто не знал, что это, что есть такое, типа. Ну, там тоже, грубо говоря. Вот, вот, книжки, я понимаю, да, типа. Огромные роботы с головами тоже есть, которые просто лежат где-то там на фонечке и так далее. Ну, короче, мне просто забавно. Не знаю, странно. Ну, я в любом случае посмотрю. Понятно, что это будет совсем другое. Но как раз я один из тех людей, который понимает, что экранизация вообще не равно тому, что было в изначальном произведении. Потому что книги, особенно графические новеллы, хороши чем-то одним. И, ну, какой экшен там, по сути, в разворотах, где у тебя пейзажи в основном, да, какие-то фантастические. И в фильме, где действие нужно. Если просто бы они сделали... Это был бы такой арт-хаус созерцательный, типа. То, что можно сделать сейчас нейросеткой, по сути. Взять эту книгу, сказать, типа. Сделай мне анимацию. И там что-то будет двигаться. Ну, да, да. И всё. Будет коротечкое движение. Посмотрим, что из этого выйдет. Я хрен его знаю. Но знаешь, из кого что-то точно отличное выйдет? Это из наших Exalted Champion, друзья. На Boosty у нас Exalted Champion следующий. Акихира Art, Alka Valeron, Alex S, Avalanche, GDS, Capusta, Karma 0674, Net, Omega, Slider By, Тенача, Тим Миронов, Ви, Виктор Ратайчук, Варпс Маглинг, Зумер, Александр Потюхов, Артёмка, Виталий, Крутов, Георгий, Нгрызумброс, Ромерк, Егор, Иван Балашов, Лена, Павел Шугаев, Бабайка, Шамиль, Вердиев. Спасибо вам огромное. И, конечно, спасибо всем людям, которые подписаны на Boosty. Любим вас. Целуем. Приподнимаем. Беги себя и свои минчики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok